Каким было ваше первое произведение современного искусства? Я затрудняюсь сказать точно, но уже в студенческие годы я пытался освободиться от академизма, которым я напичкан был. Потому что я сначала учился в Московской среднехудожественной школе, потом при Академии художеств, потом в Строгановке, где свирепствовала матвеевская школа, такая неоклассицизма. Но это все было продолжение неоклассицизма, продолжение академизма. И я попытался в это время освободиться. Но это было и несколько таких вещей. Потому что я построил маленькую кузницу на даче и начал ковать просто, чтобы непосредственно как-то соприкасаться с материалом. Ну, непосредственно, чтобы воздействие не на материал, а отбросить все эти академические, такие ремесленные начинания. Вот эти вот. И я думаю, потом я читал Герберда Рида, такой современной скульптура. Это его книга, по-моему, по курсу лекций, которую он давал. Вы знаете, наверное, это модернизм. Ну, он такой написал книгу о модернизме, которая до сих пор является лучшей, по-моему, книгой по модернистской скульптуре. И вот я как бы из этой книги извлекал какие-то вот идеи, которые он высказывал, ну, и как-то пытался разрабатывать их. Ну, вот в то время как-то я называл это пикосятины. То есть, вот, например, бык, который на этой выставке, это я сделал где-то в шестьдесят, я боюсь сказать, восьмом или седьмом году. Это я сделал из часовых механизмов, тело из ходиков, а из будильника сделал голову с рогами. Вот это вот, наверное, одна из первых работ. Потом этот грач, вот то, что на этой выставке, вот это вот мои непосредственные, я считаю, не такие академические вещи. А были еще раньше какие-то вещи, чуть ли не в 50-х годах, которые я делал, но это были, скорее, подражания какие-то. Например, у меня деревянная есть скульптурка, сейчас она в одной коллекции, но это подражание Барлаху такое, как бы, вот такое, молящаяся старуха такая. Но это такая уже не, не такая, не ученическая работа. Какое первое произведение современного искусства вы увидели? Вы знаете, мне страшно повезло, я видел выставку первую, Пикассо в Пушкинском музее. Это было, по-моему, в 56-м году, насколько я помню. И там была замечательная совершенно работа, она и потом мне до сих пор нравится. Это «Кошка с птицей», помните? Гениальная совершенно работа. И там было еще несколько таких работ, каких-то таких убойных. Это, по-моему, привез Оренбург тогда, эту выставку. И я вот это как раз посмотрел в одно и то же время, нет, это раньше была выставка подарков Сталина, чуть-чуть раньше. А вот это вот в 56-м году, когда я только поступил в Московскую среднюю художественную школу. Кого вы считаете своими учителями? У меня были учителя, во-первых, в Масахыша и потом в Строгановке. В Масахыша у меня был учитель совершенно такой керенский, Василий Николаевич. Я не думаю, что я его считаю таким учителем, но он задал мне такие основы, такого ремесла скорее. И он был такой ярый соцреалист и такой действительно реалист. Вот это так смачно лепил, красиво и все такое. И вот он учил. Ну и трудно сказать, что это учитель в том понимании, как, ну скажем, ну я не знаю, как Верокьев был учитель Леонарда. Это не так. Как, по вашему мнению, нужно учить искусству? Знаете, я вот встречал даже в мое время, вот сейчас, и говорят, вот у меня есть ученики. И я, во-первых, терпеть не могу преподавать. И я считаю, что художника вообще нельзя научить. Поэтому я к этому делу отношусь радикально. Вы помните, если вы видели фильм, биография о Рихтере, Рихтер говорит, что, его спросили, почему вы не дирижер? Он говорит, чтобы быть дирижером, надо быть, надо обладать двумя качествами. Это, ну, как-то он так сказал интеллигентно, надо, во-первых, ну давить на кого-то, уметь. И, во-вторых, анализировать. И говорит, ни то, ни другое я не люблю просто. Вот и мне не свойственно качество быть, учить. Я всегда, если у человека есть живая идея какая-нибудь, и я иду против этого, мне не хочется это делать. Я считаю, что лучше, лучше пускай сам человек разберется. Есть ли у вас последователи? Ну, нет, пытались там, но так же плохо обрабатывать дерево, но плохо получается. Каких художников и какие произведения вы считаете для себя определяющими? Я был за мою жизнь огромное количество людей и художников, которым я вообще восхищался, а особенно в таком вотроческом возрасте подражало. Ну, я вообще, для меня, конечно, пример огромный из 14 лет, когда еще этого художника в России никто не знал, это, конечно, Джекометти. Это, конечно, великий, гениальный совершенно скульптор, который, я считаю так, что это скульптор, который стоял... Последний, который разрабатывал классические проблемы скульптуры, он разрабатывал проблемы пространства. Он же лепит зачастую не человеческую фигуру, как ее понимают, а пространство вокруг этой фигуры. Вы понимаете, организует пространство. Вот как у него вопрос простой. То есть не как, скажем, Бранкузи, у которого форма распирает и идет изнутри, формируется, а у этого наоборот, у него наоборот пространство сжимает то, что он делает. Вы понимаете? Вот это как бы вытесняет эту фигуру из пространства или сжимает ее, или какую-то часть там расширяет. Я не говорю уже, там присутствует... Он все время изучал кельтскую и этрусскую скульптуру, и присутствуют все эти закономерности этой скульптуры. Но это не то, что он так механически переносил, он перерабатывал это с помощью современности. Это, конечно, пример великого мастера, который переносил старые закономерности в современность. И это ему удавалось. Вы понимаете? А сейчас вообще народ не то, что не смотрит на то, что сделали до них, а просто не то, что не смотрит, а он просто плюет и старается вообще как-то затоптать даже, кто перед ним шли, мне так кажется. Что должен знать зритель, чтобы понять ваши работы? Если вы считаете знанием просто то, что он живет в определенной среде, то да, он, конечно... Я думаю, что если он жил в советское время, то он, наверное, знает такой линии. Я сейчас много работаю с моментами такими... С культурными мифами, скажем, модернизма. И, конечно, в этом смысле я оперирую, конечно, к знанию людей, которые, конечно, должны знать русский. Ну, сейчас уже, по-моему, ну, такой средний зритель, он должен знать, кто такой, наверное, кто такой Малевич, или кто такой Лисицкий, или Дюшау, или там, что такое чайник Малевича. Я думаю, что до... Ну, по крайней мере, это уже такой... не такой уж большой этап был даже для России. Собираете ли вы работу других художников? Нет, я не собираю, но у меня есть работы моих друзей, которые обычно дарят на день рождения. У меня есть работы... Ну, рисунки в основном... Эрика Булатова, Васильева, Кабакова, вот, Рогинского. Что бы вы хотели иметь в вашей коллекции? Вы знаете, одно время я думал так, хотел очень там какие-то не... вот иметь работы того, сего, пятого, десятого. А сейчас вот, если бы мне сейчас дали картину Рембрандта, я ее тут же бы загнал за большие деньги. Потому что, ну, как бы... Это все-таки уже такая историческая ценность. Ее надо смотреть в музее. А просто иметь дома, ну, я не знаю, когда можно за это выручить огромные деньги... Это работа уже, конечно. Да, вот это тоже загнал бы. Тем более она сейчас уже стоит... Как бы она один раз даже побила рекорд на сотобе этой самой проданности работы. С кем из художников вы находитесь в диалоге? Вы знаете, я... Сейчас этот художник умер, но на меня он сильно повлиял, и я ему многим обязан, мы с ним много говорили, это Миша Рогинский. Вот. А сейчас он умер, о нем как будто... Мне кажется, его забывают. Это был удивительный художник, удивительный человек, и я с ним все время, ну, был в контакте, и мы вели разговоры, и по многим-по многим вопросам. И он вообще, если так говорить грубо, без него гораздо мне тяжелее жить на белом свете, чем с ним, потому что многие проблемы у нас были одни, и мы были во многих вопросах солидарны. Сейчас у меня мало друзей, но и мало с кем обсуждать. Ну, в частности, сейчас я... Мне близок Олег Васильев. То есть мне близки вот художники, как сейчас говорят, маргинальные, то есть вот эти вот с такими маргинальными идеями, то есть не мейнстримными, а вот... Олег Васильев долгое время, например, не был вообще... Ну, как бы его... Он в тени как-то всегда был. И то, что он сейчас делает, мне кажется, тоже мало оценено. Это просто... У него работа качественная, и из-за этой качественности их покупают. На самом деле, это очень серьезная работа. Работа разработки... Он посвятил всю свою жизнь разработке картинного пространства. Кстати, того же самого, что и Эрик Булатов. То есть... Ну, и примерно Эрик Булатов. Ну, и вот мы с ним тоже много обсуждаем и вообще и те проблемы, которые стоят при ней. Кто из современных зарубежных художников вам интересен? Одно время... Ну, и даже... Ну, был мне интересен Ричард Сера. Ну, замечательный художник. Ну, этот художник только держит одну ноту. Знаете, он взял так... Одно такое... И всю жизнь вот так... Это раздражает вообще-то. То есть... Ну, и он, конечно... Ну, зарабатывает огромные деньги. Он, наверное, считается лучшим скульптором Америки. Вот. И все такое. Ну, когда художник просто берет одно и то же... От скуки можно, по-моему, удавиться. Ну, я так думаю. Ну, он в разные периоды... Ну, мне нравился долгое время Тенгуэлли. Ну, я не люблю... Или я неправильно произношу. Это вот швейцарский вот этот скульптор, который делал движущиеся вот эти вот... Тенгелли. Тенгелли. Или кинг... А? Тенгли. Тенгли там как-то вот так вот звучит. Вот это я неправильно произношу, да. Ну, есть много... Ну, на разных периодах я увлекался разными художниками. Вы знаете, если художник... Если на тебя... Я считаю, что если какой-то художник у тебя действует сильно и ты подвержен его влиянию, этого не надо бояться. То есть, и он... Вплоть до подражания. Я не знаю. Я всегда считал себя так. Ну, а потом переживаешь это как скарлатина и все. Делите ли вы ваше творчество на какие-то периоды? Ну, мне кажется, у меня было время вот освобождения от академизма. Это такой модернистский небольшой период. Ну, да, так... Да. Ну, не то, что небольшой, но да. И когда я ковал очень много и делал такие фигурки литые, там, женские, они не академические, а потом, вот в 70-е годы, то, что называют потом соцартом. Но соцарт – это было очень живое, я думаю, что очень значимый для русского искусства период. и я тоже к этому делу причастен и занимался этим, потому что это было очень интересно, потому что это было актуально. К какому направлению вы себя относите и как вы определяете это направление? Дело в том, что все говорят, что соцарт был в 72-м году и уже все было как бы... Вот Андрей тут вот только что прошел, Ерофей, он тут пишет, что был проект соцарта. Какой проект? Какой там проект? Каждый шел вот с фонарем, как в темноте. То, что находил, то и его. Какой там проект? Кто там? Там не было ни группы, никого. Я считаю так, что в 70-е годы был просто неосознанный соцарт. Просто делали все какие-то соцартные работы, да. И там, скажем, Эрик Булатов делал, Комар Меламид, Косолапов и я тоже. Все делали какие-то соцартные работы. Но определилось это все где-то в начале 80-х. И потом в 86-м году была выставка, которую сделала Маргарита Тупицына в новом музее. Вот в это время когда-то получилась группа, и в это время произошел соцар. Обычно название всех движений происходит лет 10 после того, как они состоялись. Ассоциат кончился с концом советской власти? Конечно. Да он и раньше кончился, когда люди уже поняли. То есть художники поняли, которые им занимались. И перестали... Конечно. Ну а с концом советской власти исчез соцзаказ, который... А на самом деле живой соцарк это деконструкция соцреализма. Это просто модернистское явление, как вы понимаете. Нынешнюю нашу власть деконструировать и идеологию деконструировать теми же приемами, как ими соцарты конструировали советскую власть. Можно? Нет, я считаю, это должно быть какое-то другое движение. Ну оно должно быть, оно возможно. Не есть такой же так шуткий идеологический образ, который не вызовет. Я считаю, нет. Вы понимаете, вы говорите сразу слово идеологический. Искусство – это не идеология. Вы понимаете? Все, вот сейчас я гляжу, лезут в политику. Я считаю, что я никогда не занимался политическим искусством. Соцарты – это не политическое искусство. Я вам говорю, в своем героическом начинании это деконструкция соцреализма, не изменяя формально но формально это движение соцартисты, я думаю, что деконструировали соцартисты, деконструировали соцреализм с помощью иронии, перенесения героев соцреализма в новый контекст и какими-то такими приемами. А когда начинают всех приравнивать к какому-то такому одному какому-то явлению, как искусствоведы современный говорят, я думаю, что это неправильно. Так, например, Эрик Булатов говорит, я не соцартист. Но если будут так делать совсем, я тоже скажу, что я тоже не... В этом смысле я не соцартист. Что занимает вас сейчас? Я много интересуюсь, пытаясь разобраться, например, как русский авангард связан с современным искусством и как он влияет на на русский... Ну, на современное русское искусство. И пытаясь разобраться в тех идеях, которые он заложил. Каковы ваши политические взгляды? Я никогда не высказываюсь по поводу политики, потому что мои убеждения самые примитивные и простые. Там я, скажем, я того не люблю, этого не люблю. В основном, я не люблю этих президентов, не люблю вообще политику, не люблю. Ну, я не знаю, как эти люди руководят. но я не говорю, что даже русский, а даже американский президент. Вот я уж не знаю, как я приехал, за 30 лет не было президента, которому я говорил, что вот правильно он так и делает. У меня нет таких... Я очень примитивный. И если меня спросить по какому-то поводу, я отвечу очень банальные вещи, поэтому я стараюсь не говорить на эту тему. Какие политические события, произошедшие на вашей памяти, вы считаете наиболее значительными? Мне кажется, вот большое историческое событие, это просто на моих глазах было. Моя мастерская буквально рядом с Уолтерой центром была. И это вот когда я шел с зарядки там рядом и пролетел самолет такой как вертолет и потом бац и гляжу дыркой в этом Уолтерой центре. А главное непонятно, что произошло. Или это взрыв внутри, или оказывается самолет туда пролетел. И потом там уже пошел дым и все такое и прочее. А потом пока я шел до дома врезался второй самолет. Ну ладно, одно. Интересно значит такое явление. Потом я выбежал с камерой и начал снимать. Ну и все такое. И это была трагедия, которую я видел на улице. Но что интересно это потом я смотрел эти кадры в телевизоре увеличивал на камере. Там люди брались за руки и бросались, потому что им некуда было бежать. понимаете, просто вот видно было, как они падают вдвоем за руки взялись. Потому что там эти там было трудно сказать, На самом деле для Америки, я считаю, для всего мира это был переломный период. Так если говорить о культуре или о цивилизации, весь мир пропитан Кока-Колой и американской цивилизацией, то это не только трагедия для Америки, но я думаю, что это был переломный период для всего мира. И все, с этих пор начались вот эти войны с мусульманским миром. Мне кажется, это вот это был, конечно, переломный период, который произошел на моих глазах. Какие выставки из тех, в которых вы участвовали, вы считаете самыми важными? Ну, вот была интересная выставка, мне кажется, в Бильбао, выставка русского искусства Russian. Вот мне оказалось и в Гухенхайме в Ванхэттене тоже, вот в Нью-Йорке. Это были интересные выставки, и по посещаемости, что интересно, они были в Гухенхайме в Нью-Йорке самые посещаемые за всю историю Гухенхайма. Это русское искусство так, это за 900 лет было почти. Какой у вас любимый музей? Трудно сказать. Я очень люблю Прадо мадридский. Там, конечно, замечательный Веласкес и Гоя. Что вам необходимо для работы? Ничего особенно. Все ну, лучше и все комфортабельнее, комфортабельнее, если так, но до сих пор у меня я мечтаю приобрести Мольберт обычный тот, на котором стоит картина, мне хочется а так я на стуле, где-то там быстро, когда-то вдруг мне захочется писать, я быстро как-то сооружу или к стенке присланиваюсь, что-то делаю. Ну, а так не знаю, когда-то я мечтал иметь там какую-то красивую студию, там, бам-бам-бам, потом я встретил одного своего старого учителя, он говорит, Леня, ну, понимаете, что мастерская же не делает художника, не делает работы, художник делает работы, поэтому я делаю как только, ну, я не знаю, особых, по-моему, у меня только комфортабельность появилась недавно, так. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok